Приветствую вас, друзья! С вами Леонид с его мотоблоком. Тяжелый 12 лошадный мотоблок. И вот такой у меня участок, на котором внизу стоит вода. Где-то соток 3-4 залита водой. Всего 15 соток. Верх участка я буду сейчас обрабатывать. Около 10 соток буду обрабатывать, потому что надо ловить момент. Потом может ударить жара, что никакой клевер не взойдет. Это все для посева клевера. Вот вокруг провел. И вот наш мотоблок. Итак, мы начинаем нашу работу. Здесь пока помалехонько я еду, я вам расскажу. Значит, в этом году жесткая заливка. Воды очень много. Вот, и видите, как на соседних огородах разлито. Чтобы обойти эту воду, нужно несколько огородов обойти вот так по кругу. И там можно будет уже только перейти на ту сторону. Залито капитально. Но верх огорода пересыхает. Под низ огорода стоит в воде. И верх, ну еще не пересыхает вверх. Все еще мокрое. Но я знаю, как оно может, если, например, прийти уже там, когда все подсохнет, солнышко терреперы, какая будет тогда жесть. Так что работаем, разворачиваемся. Клевер надо сеять. Тем более, что скоро опять дожди по прогнозу. И то сильные. Надо ловить момент. И пока весна что-то делать. Значит, вот я развернулся. Я сейчас уже не хожу по кругу, поскольку этот мотоблок очень хорошо разворачивается. И просто идешь, разворачиваешься на 180 градусов и пошел в следующую полосу. Это с этим мотоблоком делается легко. Ветер сильный. Штатив с смартфоном ошатает. Но ничего, работает. Так, вот я вблизи. Значит, подходим к мотоблоку, снимаем. Вот я вблизи сейчас покажу, как удобно теперь разворачиваться. Так, уже потребности ходить по кругу нет. Отключаем фрезу. Так, зажимаем одно колесо. Так, и мотоблок едет правым колесом, поворачивает, поворачивает, поворачивает. Сам едет, одно колесо на месте. Раз, еще подвернул, все. Стоп. Так, включаем фрезу. Вот, остаются самые концы немножко не отработаны. Ну, потом дважды пройдешься вдоль, подправишь край. А вот поперек точнее. А вдоль вот так, привет вам. Вдоль вот так вот удобно идти. Значит, работаю я сейчас где-то на 80 сантиметров, но оно не всегда так глубоко берет. Тут надо немножко объяснить. Значит, вот у нас фреза. И видим, как по центру, если видите, там, где редуктор черный, немножко так горбик земли. Что происходит? Значит, сам редуктор садится на землю. И там еще в нем есть такой клин. Называется носок редуктора. И вот он впереди толкает себя землю. Этот носок ее немного подрывает. Зарыться из-за этого оно очень глубоко не может. Но постепенно, постепенно обрабатывает. Иногда выше, иногда ниже. Ну, и вот таким путем, значит. Не везде пройдено на прям 8-10 сантиметров. Вот где оно выше подскакивало. Вот из-за того, что редуктор не может потравить. Но результаты такие. Есть отдельные островки травы. Отдельные. Этот островок был значительно больше до обработки. Но, тем не менее, это остался явный островок травы. Еще не перебитый. Вот. Здесь дальше можно увидеть еще такой островок. Вот такой островок еще у нас есть. Ну, и в целом, таких несколько штук есть. Здесь, как видите, разворачивался. Очень надо аккуратно по краям и вблизи от этой воды. Потому что только так можно загрузнуть. И потом будет полполя разворочено тракторами. Потому что по закону подлости и трактор загрузнет. Вот там такое болото. Но пока что справляемся. Вот такой у нас участок после первой проходки. Регулируем высоту. Значит, опускаем фрезу. Опускаем этот каток, который регулирует глубину, ограничивает. И сантиметров где-то на 5. Я изменил глубину. 4-5. Вот, чтобы так глубоко не зарывался. Сейчас заводимся и идем. Это я уже пол участка прошел по второму разу. Видно, он темнее. А часть еще по первому. Сейчас иду второй. Значит, когда уже огород разрыхленный, то при той самой выставленной высоте он идет гораздо глубже будет зарываться. Так, но я рассыпал клевер после первого прохода. И сейчас мне нужно перерывать сантиметров 5-6. Больше не надо. Траву тоже надо перебить. Все, но не так глубоко. Заметьте, что я иду значительно быстрее. Первый раз я шел на первой пониженной передаче. Потому что надо было медленно и вдумчиво. Мотоблоку было тяжело. А здесь я уже и глубину чуть уменьшил так. И ставлю вторую пониженную передачу. И спокойно он себе шпарит. Без каких-либо проблем. 12-ти лошадный мотоблок. Дизельный. Тащит его. И он очень быстро идет. Ну, видно же, по дыму, по звуку, что не тужится. Может, и на третий бы пошел. Но хватает мне второй. Ну, и как видите, чтобы был аккуратный, не вытоптанный участок. В данном случае я завожу там на старте. А потом иду сбоку. Иду сбоку. Обычная картина, чтобы ставить ровненький, так, не топтанный участок. Без следов. Но где будет прям все чики-пики. Вот так вот прохожусь. Обрабатываю сбоку. Вот. Ну, и интересен теперь результат. После этого уже всего. Значит, сейчас я уже не буду сильно идти по полю, чтобы мне не вытоптать ямки ногами. Но поле гораздо теперь чище. Остатки перебитой сухой травы. Кое-где вывернутая трава. Чуть-чуть где-то травка попадает. Но уже нет таких островков, которые были островки. Перебиты. Перечищены. Все, все хорошо. Вот таким образом, ребята, можно справиться. Желаю вам всего хорошего. Я вместе со своим мотоблоком. Пусть у вас тоже все получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова